11 ноября 1837 года Петербург готовился к событию, которое впоследствии перевернуло не только столичную жизнь, но и жизнь всего государства. Праздничное волнение царило на улицах и в кабинетах. Куда ты прешь? Чуть не сшиб же! Первый поезд должен был отправиться из Петербурга в Царское село. Ваше превосходительство, Павел Петрович, Герр Герстнер, проворный готов к отправке. Прошу проходить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Таким дураком в России стране? Кстати, господа, вы слышали? Профессор Волков в своей статье приравнивает введение железных дорог к введению христианства. Это самая явно демократическая игрушка. Если все будут перемещаться, сидя на одной лавке, это уничтожит иерархию. Это что же получается, что барин и мужик поедут в одном посаде? Государь, это немыслимо. Немыслимо? Отчего же? Я нахожу это вполне прогрессивным. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государь, имеются мнения, что с устройством железных дорог мы лишим работы крестьян и завозчиков. В настоящее время нам совершенно не нужно строить. Всемилостивейший государь, железные дороги совершенно необходимы именно в России. Они приведут к процветанию страны экономически и культурно. Разрешите представить вам инженер Франц фон Герстнер. Во время беспорядков в Ирландии английское правительство в два часа перебросило войска из Манчестера в Ливерпуль для дальнейшего направления в Дубль. Покрыть всю Россию железными дорогами это превышающий всякую возможность роскоши. На несколько веков преждевременное событие. Егор Францевич, ваши опасения мне понятны. Но нам стоит быть с веком наравне. Господин Герстнер, я желал бы подробнее ознакомиться с вашими теориями. Не смею возражать. В таком случае, прошу вас, изложите мне все прочее в письменном виде и в кратчайшие сроки. Всемилостивейший государь, нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России, так как они дают возможность сокращать большие расстояния путем увеличения скорости передвижения. Построение железной дороги абсолютно необходимо как для укрепления благосостояния Российской империи, так и для внезапных нужд, таких как перемещение войск. Я совершенно убежден в том, что железные дороги приведут Россию к великим целям. Господа, строительство железной дороги – поворотный момент в истории страны. Простая инженерная мысль, которая может перевернуть уклад нашей жизни. Да, инженерная мысль проста. А последствия ее могут быть абсолютно губительны для экономики Российского государства. Карл Иванович, вы желаете в одиночку остановить прогресс? Я желаю остановить это сумасшествие. Откуда вы собираетесь финансировать свои паровые игрушки? Представляю, что было бы, если бы Стефансону такое сказали про его изобретение. Андрей Данилович, вы понимаете, что наш климат не позволяет строить такие затратные увеселения? Эту вашу дорогу первой же пургой заметет. И что нам потом делать, а? Переплавлять из нее клетки для попугаев? Да, вы увидите, как это, как вы изволили выразиться, наша дорога изменит уклад всей вашей жизни. Чугунка будет везде. Вся страна будет пронизана железными путями. Прогресс не остановить. И прогресс этот перенесет вас из Петербурга в Париж за три дня. Пожалуйста, строите. Есть у вас деньги. Вот на них и строите. Карл Иванович, вы желаете и голосовать против воли государя? Осмелитесь ли пойти вопреки? Голосуем, господа. Алексей Алексеевич, вы, как человек прогрессивных взглядов, должны понимать, у нас же хлеб с Волги до Петербурга идет в семь месяцев. Через дверечные навигации России просто необходимы железные дороги. Как и необходимо профинансировать их строительство. Павел Петрович, я читал ваш труд о железных дорогах Великобритании и остался в полном восхищении. Думаю, если вам удастся привлечь к делу еще нескольких прогрессивных мыслящих, у нас с вами получится устроить настоящее общество акционеров. Поздравляю вас. Алексей Николаевич, я весьма признателен вам за ваше участие. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дайте мне материю, и я построю из нее мир. Иммануил Кант. Ну что, положим конец бездорожью и разгильдяйству, а? Первый паровоз назван в честь величайшего парохода. Два цилиндра, колеса размером в целую саду. Господа, это изобретение поистине поражает. И убеждает, что может стать великим благом для государства. Говорят, отъезды в паровозах у людей буйная горячка начинается. И кто ж? Это все противники прогресса. Скоро поедем в Париж за нарядами. До сих пор не могу поверить, что в Петербурге появится паровоз. Так волнительно. Нужно выглядеть в лучшем свете. Когда еще такое событие будет? Заваламутили весь город этим стальным конем. По мне, так лучше кататься по-старому. Хоть и тише, да безопаснее. Теперь, когда Герстнер заканчивает свою чугунную дорогу между столицей и царским селом, всем нам нужно понять и усвоить великое изобретение, которому принадлежит будущее. Мы протянем железные дороги от Невы в Москву. Нижний, Варшаву, Таганрог. Мы соединим Балтику и Каспийское море. Мы посмеемся над остряками, которые не верят, что два параллельных пути могут преобразить равнины, долы и горы. Мы покроем все страны железными путями. Урал, Волгу и Вислу мы свяжем с обеими столицами. Мы победим пространство и время. Прошу. Министр Васильевич, милости просим. Павел Петрович! Да-да. Среди министров все еще имеются сомнения и недоверие по поводу нашего эксперимента. Алексей Алексеевич, поверьте, мы сумеем их убедить поступиться извозным промыслом и водяным сплавом. Ради прогресса это уже далеко не просто эксперимент. Прошу понять меня верно. Не хотелось бы вкладываться в мечты. Ну, теперь мечту можно потрогать, она стала реальностью. Прошу садиться, господа. Прошу вас, Алексей Алексеевич. Это успех! Благодарю. Благодарю. Открытие первой железной дороги навсегда изменило будущее России и стало поворотным пунктом в ее истории. Событием, которое во многом определило экономический и политический облик нашей страны. Уверенно встав на железные рельсы, государство российское на всех порах отправилось в путь к процветанию и величию. Огромная железнодорожная сеть объединила необъятную Россию, дав импульс освоению и развитию некогда труднодоступных территорий. Но Чугунка не только сократила расстояние и обеспечила надежное железнодорожное сообщение между центром и отдаленными уголками России. Она раскрыла потенциал самой большой страны в мире и стала катализатором небывалого экономического подъема. С приходом железных дорог в России началось активное развитие грузоперевозок, а вместе с ним каменно-угольной, металлургической и нефтяной промышленностей. Чугунка стала основным транспортом России и связала страну в единую экономическую систему. Под мерный стук колес высвобождалась энергия развития российского государства. Осваивались природные богатства, возводились города, строились фабрики и заводы, перевозились грузы, открывались внешние и внутренние торговые пути. И всегда там, где появлялась Чугунка, появлялись новые возможности. Возможности строить и производить, поддерживать и улучшать, осваивать и развивать. Возможности жить. Редактор субтитров А.Семкин